Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами в студии Артемий Типичный. Итак, сегодня выпуски. Вручение дипломов в Казанском Федеральном Университете. В Казанский Федеральный Университет собирается поступить 13-летний абитуриент. Девочка экстерном окончила школу и пришла с родителями в приемную комиссию вуза. С уникальным абитуриентом на поступление уже пообщался ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Ну а сейчас речь пойдет о тех, кто уже закончил обучение и получил дипломы. Ровно пять лет назад в Казанский Федеральный Университет пришли учиться студенты-медики. Тогда это был первый набор по направлению стоматология и фармация. И вот в 2018 году они уже выпускники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Впервые за 88 лет. Нарядные выпускники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального красуются на сцене. Дипломы им вручает ректор университета Ильшат Гафоров. Особенен этот выпуск еще и тем, что он первый. Впервые за 88 лет КФУ выпускает специалистов медиков, стоматологов и провизоров. Сегодняшние выпускники, их не так много, они прошли через все перебитки и выстраивания нового института. Мы с вами вместе провели процедуру аккредитации, получение лицензии. И в общем-то мы с вами формировали корпоративную культуру Института фундаментальной медицины и биологии. В этом году выпускниками стали 9 студентов по направлению подготовки стоматологии, 18 провизоров. А в 2019 году состоится выпуск направлений медицинская биохимия, биофизика, кибернетика и лечебное дело. Эти 5 лет учебы в Казанском университете запомнятся надолго, отмечают выпускники. Все, что происходило в университете, это для меня было очень ярким событием. Это было очень интересно. Я очень рада, что я поступила именно сюда. Изначально хотела формацию, и я думала, куда именно поступить, в какой университет. Я выбрала КФУ. Я ни разу об этом не пожалела. Я очень счастлива, я сдала все экзамены. Вот самое яркое, что за последнее время запомнилось, это, наверное, аккредитация для меня, потому что было сложно, все нервничали. Но это и запомнилось. Когда нервничаю, всегда все запоминается. Непередаваемое ощущение радости, счастья. И самое-самое яркое, это, конечно, выпуск. Вот сейчас, сегодняшний день, заполнится, наверное, всем на всю жизнь. Вновь спустя такое длительное время прозвучала и клятва Гиппократа. Буду поддерживать честь и мухородные традиции, профессии врача. А после получения заветных дипломов, выпускники высадили яблоневые деревья на территории Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Планируется, что это будет аллея выпускников, где со временем расцветет яблоневый сад. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжают честовать выпускников. 6 июля свои дипломы получили выпускники Высшей школы информационных технологий и информационных систем. И Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Подробности смотри далее. 6 июля в Императорском зале Казанского федерального университета стоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Высшей школы информационных технологий КФУ. Участие в мероприятии принял заместитель премьера министра Республики Татарстан, министра информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхудинов, а также проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Этот институт появился как один из проектов развития мероприятий по поддержке IT-отрасли, по развитию человеческого капитала. И в первую очередь, конечно, хотелось бы пожелать найти интересную, захватывающую работу, но еще больше хотелось бы пожелать создать собственные предприятия, создать собственные компании, стартапы, которые успешно развивались на благо нашей Республики. В этом году выпускниками Высшей школы информационных технологий КФУ стали 155 человек-бакалавров и магистров, 18 из которых закончили альмаматор с красным дипломом. То, чем является IT, то, что он стал одним из лучших факультетов страны в области информационных технологий, это ваша основа, потому что факультет, это именно вы, наши студенты, наши выпускники. В этот же день в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов. Выпускниками Высшей школы стали 163 человека. Из них 35 студентов окончили обучение с красным дипломом. Много лет назад у одного министра внутренних дел, тогдашнего, в телевизионном павильоне, в прямом эфире интервью, когда брал, он в какой-то момент вдруг сказал, теперь я понял, как надо проводить пытки. В телевизионных павильонах тяжело. Чувствуете, что будущее, какое будущее ожидает ваших детей. Это не только адский труд интеллектуальный, аналитический, это еще и чисто физически непросто. Время, проведенное в университете, нынешние выпускники будут вспоминать с любовью и особенной гордостью. В ходе церемонии прозвучали слова благодарности в адрес профессорского преподавательского состава. Завершились церемонии общей фотографии. Диана Шилова, Рустам Садриев, Универньюз. Для детей в Татарстане организован международный форум СОЛЕТ. О самом интересном на этом форуме мы расскажем в следующем сюжете. На территории Белярского музея-заповедника проходит международный молодежно-образовательный форум СОЛЕТ. Третья смена СОЛЕТ Беляр форума открылась 5 июля. Разные образовательные учреждения нам помогают. Мы благодарны Казанскому университету. Нам помогает Казанский университет традиционно. Потому что здесь их целевая аудитория. Фактически мы здесь собираем детей не только с разных районов, но и разных регионов России. И зарубежные участники в том числе. Участниками стали одаренные дети не только Татарстана, но и остальных регионов России, а также других стран. Рада, что попала именно в этот талант, именно в этот лагерь. Меня впечатляет то, что все дети, несмотря на их национальность, несмотря на их разные какие-то черты характера, все они близки друг к другу, дружат. Я живу в Эмиратах, и там мне предлагали очень много лагерей. И я смотрел по описанию, там, проживание, еда, там, все такое. И больше всего мне понравился солят. Больше всего. И вот, и довольно-таки известный солят организации в Эмиратах. Все о нем знают. Мне папа сразу сказал, где есть солят. И я решил, мне сразу понравилось. В этом году смена направлена на изучение передового опыта в области образования. Для этого организованы мастер-классы от ведущих экспертов, ученых и деятелей культуры Республики Татарстан и России. Свои мастер-классы проведут и ученые Казанского федерального университета. Помимо них, в форуме задействованы и студенты КФУ. Многочисленная часть вожатых это именно из КФУ, а также из разных институтов. Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений и истории востоковедения, Институт управления экономикой и финансов тоже есть и еще там некоторые институты. А так, очень большая делегация вожатых от Казанского федерального университета. Я уже в Соляте с 2012 года и каждый год приезжаю сюда, наверное, за атмосферой, потому что здесь все равно забываются какие-то проблемы и тут совсем совершенно другие люди. Как раз таки это классно, когда люди собираются с разных стран. Смена Солятбиллерфорум продлится до 7 июля. Далее пройдут еще три смены. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Чемпионат мира по футболу сейчас в самом разгаре. А сборная России впервые вышла в четвертьфинал, что дает шанс на победу. На что готовы футбольные болельщики, если Россия победит, расскажет Олег Кашин. На одной из тренировок нападающий сборной России по футболу Федор Смолов ответил на вопрос ребенка, что он сделает, если команда выиграет чемпионат мира по футболу 2018 года. Игрок ответил, что сделает татуировку, прыгнет с парашютом и заключит пожизненный контракт с футбольным клубом «Краснодар». Теперь, когда российская команда вышла в четвертьфинал и трофей уже близко, футбольные болельщики тоже участвуют в этом челлендже. Отращусь в первую очередь. В полуфинале и все семь игр мы сыграем на своей земле. Однозначно. Побриться на лысо. Побриться на лысо, возможно. Я готова побрить его на лысо. Только если так, да. Всех родственников, наверное, куда-нибудь свозила отдохнуть своих. Вот мы сейчас есть семью здесь, три семьи здесь. Себе мороженое. И с мечом вы вышли на улицу. Накрыл бы поляну в деревне. У нас дача есть за городом. Всю улицу позвал бы. Ох, не знаю. Побриться. Побриться на голове. На лысо побриться. Ничего себе. Смело. Что сделать? Мы тоже прыгнем с парашюта. Возьмем какой-нибудь там аттракцион и тоже сделаем что-нибудь такое. В честь того, чтобы Россия победила. Мы за Россию. Ура. Команда «Универньюз» желает удачи сборной в предстоящих матчах. Олег Ашина, Рустам Садриев, «Универньюз». На сегодня у меня все. Подписывайтесь на нас в соцсетях и никогда не пропускайте наши эфиры. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok